Реконструкция здания ТЁЗа идет полным ходом. Как уверяют и генподрядчики, и заказчик, никакие внешние обстоятельства принципиально не влияют на ход работы. По словам директора и художественного руководителя Ульяновского театра юного зрителя Эдуарда Терехова, который бывает на объекте еженедельно, каркас будущего здания готов на 40%. Строители приближаются к экватору. Во время съемок обеденный перерыв, поэтому нет такого ощущения кипящего муравейника. Но на самом деле все это происходит достаточно активно. И те, кто периодически бывают на объекте, видят, как быстро все растет. И вот буквально вчера еще здесь стояли только колонны первого этажа. Сегодня мы уже видим перекрытие второго этажа. Генеральный подрядчик успокоил, что строительство идет по графику. Долгое время нас никто не видел в рамках забора. Грубо говоря, говорили, что здесь стройка не идет. Сейчас люди маленько подуспокоились, потому что видят уже реально, что это масштаб такой очень грандиозный. На бумаге, грубо говоря, выглядит одно. Я, честно говоря, первый раз сам, когда смотрел чертежи, не думал, что настолько это грандиозно. Здание архитектурно необычное. По словам генподрядчика, на данный момент закончено устройство каркаса первого этажа. И практически на 90% закончено перекрытие первого этажа. Мы успели, скажем так, до всей этой сложившейся ситуации купить часть материала еще, скажем так, по старым ценам за счет своих средств. Пока пользуемся, скажем, этими средствами, идем в графики. Конкретных отставаний нет, все закуплено. Идем на то, чтобы даже возможно, может быть, где-то будем опережать графики. Генподрядчик признался, что ему самому интересно увидеть, что получится на выходе. Согласно проекту, здание выглядит не как обычная многоэтажка. Оно предусматривает множество балконов, выступов и пилястров. Как только будет готово перекрытие первого этажа, строители планируют параллельно с возведением каркаса здания сооружать системы канализации, вентиляции водопроводом. К концу лета каркас должен быть окончательно возведен. А с сентября начнутся отделочные работы. Сначала фасада здания, потом внутри объекта. В новом театре будет огромное количество места и пространства для творчества. Вот сейчас мы можем видеть, уже видны очертания одного из малых залов, который будет находиться на первом этаже. Вот здесь вот будут замечательные стеклянные витражи. И при желании мы сможем видеть природу и свое зало. То есть это тоже замечательная возможность, которую мы можем использовать в своих спектаклях. Очертания большого зала тоже заметны. Он в два раза больше прежнего. Если старый зал вмещал 180 мест, то в новом будет 300 мест. Причем предусмотрены места для людей с ограниченными возможностями. А перед будущей сценой можно разглядеть оркестровую яму. Она будет трансформироваться. Ее можно будет убирать и подымать. Конструкция самой сцены пока напоминает открытый реактор. Это заложено углубление под механику поворотного круга и кольца. Они смогут двигаться одновременно и в разные стороны. Другими словами, технологические возможности нового здания несопоставимы и с теми, которые были в бывшем театре. Сдача здания запланирована на первую половину следующего года. Новый сезон 2023 года театр планируют открыть в новом здании. Напомним, что строительство объекта ведется на федеральные и региональные средства при поддержке правительства Российской Федерации и Ульяновской области. В настоящий момент театр работает по адресу Спасская, 10. Ирина Антонова, Даниил Сурков, Уллправда ТВ.